С правой стороны Илья Мечников, а с левой стороны Гансер и Кеверг. Их уже нет в живых, понятно, что они функционировали в прошлом столетии, но оба они, такая мощная поддержка для меня, если бы вы знали. Потому что Мечников сформулировал вот эту теорию старения, которую я вам чуть-чуть проговорила. А Гансер и Кеверг, он вообще сказал, что отныне будет новая наука, которая называется гомотоксикология. Гомотоксикология фактически о самозагрязнении организма. И он прям сформулировал 6 стадий загрязнения организма по РКВРГУ. Первая стадия, когда мы получаем какое-то количество токсинов или не рождается внутри, и мы их выводим, качественно, хорошо выводим. Это нормально, я хочу, чтобы мы в результате вышли на такую ситуацию. Вторая стадия, это ответ организма на поступление токсинов. То есть они поступают или внутри образуются, но уже не так хорошо выводятся. И токсин, который находится во внутренних средах, он как-то вас преобразует. Он как-то преобразует ваши клетки, ткани. Ну, например, преобразует так, что раньше это была нормальная молекула, а сейчас эта молекула вызывает аутоиммунный ответ или аллергический ответ. Оно, оно. Потом просто эти токсины накапливаются, потом их становится все больше. Они приводят к дегенерации тканей, к разрушению ткани, например, остеохондроз. И как пик вообще, как вершина бездушного отношения к себе, это стадия злокачественности. Тут мне некоторые пишут, знаете, я вообще не читаю комментарии. Мне кажется, что достаточно меня видеть, чтобы понимать, что я очень хочу помочь. Но такие говнистые люди с такой высокой интоксикацией иногда слушают вообще меня, особенно шоты, шоты, конечно, эти люди в основном шотики, минутки смотрят, что начинают мне всячески там возражать, видя, что я в целом, я в целом за тебя, я за тебя, я за тебя. Я хочу помочь, я хочу перевести с языка тело на тот, который единственный, которым я владею, и вы им владеете. Поэтому вы меня понимаете. И они пишут, а как насчет того, что злокачественные опухоли бывают у детей новорожденных или у младенчества? Друзья, я не могу говорить за все. Это глупо. Я говорю о том, что если вы допускаете высокий градус интоксикации в собственном теле, мы, вы, кто-то может доиграться. Так что клетка скажет, баста, карапузики, кончились оттанцы, я больше жить в этой помойке не собираюсь. Вот так она может сказать. А механизмы развития злокачественных опухолей у детей имеют другие совершенные причины. Итак, друзья, пошли разбираться. Что мы делаем для чистоты? Девочки, вы мне уже ответили. Раз в неделю, каждый раз в один и тот же день желательно, я делаю так, чтобы внутреннее пространство моей квартиры радовало мой взгляд. Чтобы нигде не пылинки и так далее. Я один раз слышала, как учительница наша, наша учительница еще в школе по трудам, или это было в институте, рассказывала, что вот она раз в неделю делает уборку и прям структурируется пространство и внутри нее. И если она после уборки идет босыми ногами по полу и ничего не прилипло к ее стопам, она прям понимает, все, я навела порядок. Кто такой же, можете плюсики поставить. А я смотрела на нее, а я, да, это был институт, студент медицинского университета, и смотрела на нее, думаю, чушь тогда вот лезть у тебя лишний вес. А почему у тебя вот это? В общем, я все равно видела признаки загрязнения. Думаю, почему ты только своей квартире уделяешь внимание? Ну, там не только. В общем, я видела на ней признаки загрязнения, вам сегодня расскажу. Так, а мужчины? Ну, мужчины меня редко слушают, но в целом вы, девочка, женщина, вы владеете здоровьем семьи, вы можете сравнить, понять, каким слогом сказать мужчине вашему, чтобы он вместе с вами присоединился к программе очищения организма. Прошел ее вместе с вами. У вас будет низкий градус интоксикации, у него будет низкий градус интоксикации. Как ему это объяснить? Вот смотри, когда ты, твоя машина и источник воды собирается втроем, что ты начинаешь делать, ты сразу начинаешь мыть свою машину. Потому что для женщины ее тело, потом ее одежда, которая абсолютно чистая должна быть, и ее внутреннее убранство в квартире, это и есть зона ее ответственности. А для мужика его тело, его одежда и его машина. Вот так мы понимаем. Понятно, что мы каждый день делаем чистенькими себя. То есть утром у нас душ, вечером у нас душ. Каждый раз мы моем руки. Сколько раз в день вы моете руки? Можете мне написать это, потому что это нужно для осознания. Но, друзья, это все видимость создания чистоты. Давайте сегодня погуляем.